Всем привет! Меня зовут Сергей Рубец, информационный канал для разработчиков ATVDN. Я рад вас приветствовать. Продолжаем наш курс и сегодня будет, в принципе, такой заключительный теоретический урок. И сегодня мы поговорим с вами про асинхронность, про промиссы и про метод фич. А на следующих двух занятиях мы с вами уже начнем делать такое небольшое приложение по поиску фильмов. Поэтому давайте, в принципе, приступим. Давайте начнем с того и поговорим с вами про то, что такое вообще асинхронность в JavaScript. Как вы знаете, в принципе, JavaScript это не асинхронный язык. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что в один и тот же момент времени две там разные функции, например, либо две разные строчки кода выполниться не могут. То есть, наш интерпретатор, он выполняет код строчка за строчкой. То есть, давайте вспомним. Вот мы создаем переменную. То есть, вот довольно простой пример. Мы создаем одну переменную, вторую и записываем в результат сумму сложения. Так вот, наш интерпретатор, он идет построчно. То есть, выполняется первая строка, только потом выполняется вторая строка и только после этого третья. То есть, у нас не будет так, что сначала выполнится это, потом это, потом это, либо в каком-то произвольном порядке. Такого, в принципе, у нас. Но у нас есть такая понятия как асинхронность. Здесь имеется в виду, смотрите, что асинхронность это некое там действие, событие, либо выполнение кода, которое настанет в какой-то неизвестный нам промежуток времени. Что это может быть? Например, таймер. Когда мы пишем setTimeout. Давайте вспомним. То есть, вот наша функция timeout. Здесь мы передаем функцию, которая что-то сделает. Сделаем, допустим, 4 секунды, да? То есть, миллисекундах второй параметр. И далее выведем что-нибудь еще на экран. То есть, пусть будет. Вот здесь вот мы результат выведем. И посмотрим, что у нас произойдет в консоли. То есть, вывелась сумма. Вот сумма. Далее вывелся hello. Вот он. И только потом запустился консуль лох со слом high. То есть, вот здесь внимательный слушатель мог как раз таки и сказать. Слушай, ты ж вот недавно говорил, что у нас интерпретарь строго идет последовательно, да? А тут получается у нас сначала вот эти вот запустились, потом вот этот, а это в самом конце. То есть, почему так? Так вот, весь прикол в том, что setTimeout это как раз таки асинхронная функция. И под словом асинхронность имеется ввиду в том, что у нас интерпретарь, да? Он идет выполнять эту строчку, потом выполняет эту, потом выполняет эту, потом выполняет эту. Дальше он видит setTimeout, который сработает через 4 секунды. Тоже, кто знает, кто не знает. Даже если мы указываем здесь 4, это не обязательно, что это 4 будет. Если у нас посоздаются очереди из таймаутов, у нас эта функция может, хоть мы и ставим 4, но она может там через 8 запуститься в секунду. Либо там через 4 и 005. То есть, строго рассчитывать на то, что таймауты вызовутся ровно-ровно, так как вы здесь вот указали, не стоит. Они вызываются плюс-минус, ну там могут приблизительно, могут не приблизительно, но никогда не стоит вот вернуть, что ровно вот за 10 секунд все выполнится. Ну, вернемся к теме. То есть, еще раз, интерпретарь выполняет эту строчку, эту, эту, доходит до setTimeout, так как setTimeout это асинхронный код, то что он делает? Он добавляет в очередь ту функцию, которая находится в этом setTimeout и идет дальше. То есть, что происходит? У нас, грубо говоря, с вами идет теперь такой двойной флоу. То есть, первый флоу – это когда выполняются все синхронные запросы, а второй флоу – это когда выполняются уже все асинхронные запросы. И почему асинхронный? Потому что наша вот эта вот запись, она не приостановит код. То есть, смотрите, вот если я напишу alert. Alert – это обычный, ну, всем известный вывод диалогового окна. То есть, вот он. И до тех пор, пока не нажму ОК, все, что у нас там дальше, вот это вот это, оно не отработает. Это синхронный запрос. И нам придется ждать до тех пор, пока там пользователь не нажмет ОК. И только потом все остальное запустится. Ну, через четыре секунды, там, плюс-минус, сейчас отрисуется слоу хай. Вот. Это был первый флоу. То есть, ну, я имею в виду, первый порядок выполнения. Второй порядок – это уже все, что у нас в очереди асинхронные функции, они будут выполняться. Вот так получилось и здесь. То есть, сначала выполнилось это, выполнилось это, это, это. Так как это синхронный, он, грубо говоря, грубо говоря, у нас есть какой-то очередь, да, мы вот давай напишем очередь. Ну, пусть будет так. То есть, это очередь асинхронной функции. И, допустим, как только он видит первую какую-то синхронную функцию, он ее записывает в эту очередь. Там один пусть будет. тайм-аут. То есть, так как у нас здесь один, допустим, тайм-аут, то, соответственно, у нас здесь пока что один вызывает тайм-аут. Чернись – вот этот промежуток. То есть, грубо говоря, как? Еще раз давайте посмотрим. Идет первая строчка, вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше set тайм-аут. Он добавляет в очередь, но при этом он запоминает эту цифру. И он запустит через четыре секунды. Но если же у нас вот после вот этого кода идет какой-то код, допустим, вот смотрите. Представьте, что здесь идет синхронный какой-то тяжелый код. Ну, тяжелый, я имею в виду, который там долго по времени выполняется. И, допустим, вот здесь вот пошел отчет вот этих вот четырех секунд. То есть, вот старт был там ноль, там, ну, одна секунда, две, три, четыре. И представьте, что вот пока идет четыре секунды, выполняется наш код. И когда, грубо говоря, будет четыре секунды, вот если здесь очень синхронных каких-то операций не закончилось, то есть, допустим, вот у нас еще код с вами здесь, здесь, здесь остался. И представим, что вот здесь это уже четыре секунды прошло, например. А здесь у нас есть еще код. Который тоже там какое-то время занимает. Так вот, эта функция, она не выполнится. То есть, она выполнится, как только закончатся все синхронные функции. Вот, грубо говоря, здесь, допустим, уже будет восьмая секунда, например. Ну, я в миллисекундах пишу. И вот следующей строчкой уже не будет никакого отчета таймера. То есть, таймер посмотрит, ага, то есть, четыре секунды они как бы прошли. И он сразу вызовет эту функцию. И вот все, допустим, если у нас еще будет вот здесь вот запрос на сервер, то есть, ну, допустим, какой-нибудь Ajax. Call done. То есть, смотрите, вот здесь, допустим, запрос пойдет, но пока запрос пошел, вот это все выполняться будет. Но когда мы получим ответ, это неизвестно. Поэтому это асинхронная задача. Теперь давайте примеры жизни, чтобы было более понятно тем, кто с этим еще не знаком. Допустим, вам надо приготовить там, ну, завтрак себе. И, в принципе, вы же не будете делать так. Допустим, вам надо понизать хлеб, сварить там яйца и, там, пожарить картошку, сварить куринцу. Вы же не будете, грубо говоря, сначала понижите хлеб, потом включите, сварните куринцу, будете ждать, пока она полностью там приготовится. Как только она приготовилась, дальше вы будете гнить яйца. Да, то есть, берете, ждете, пока яйца полностью сварятся, там, вы полностью все выключите. И только потом вы будете начинать жарить картошку. Вот это пример был синхронного кода То есть операция за операцией мы с вами выполняем Но это было бы неэффективно То есть представьте, сколько времени вы потратите Вы там потратите, грубо говоря, полчаса, пока вы сварите ту курницу А потом еще и картошку, там, те же полчаса И те же яйца, там, минут 10 То есть, грубо говоря, вы на завтра потратите, там, час-два Хотя это все могли, там, за полчаса сделать, если бы делали это все вместе Так вот, чтобы делать вместе, как мы сделаем? Мы с вами, там, поставим, допустим, кастрюли, да, для курницы, для яиц И включим сковородку В это же время мы быстро, там, помоем, допустим, картошку почистим, порежем Закинем в сковородку Курницу закинем сразу же в кастрюлю И яйца тоже мы закинем И пока оно все делается, мы начинаем, грубо говоря, с вами, там, резать хлеб И вот, когда сварится яйца, мы, грубо говоря, точно не знаем Когда сварится, там, курница, мы точно не знаем Нам важен результат Вот, когда оно будет готово то, пожалуйста, то, что в результате, ты отдай нам. Вот что имеется в виду асинхронность, ну, грубо говоря, если с аналогией жизни, так же самое здесь. То есть это мы последовательно, допустим, делаем последовательно, последовательно. Здесь ушел запрос, допустим, получить список тысячи пользователей. И, допустим, какой смысл ждать, пока там этот запрос уйдет, пока там обработаются данные, пока он придет. Заставляет человека ждать, ну, пользователя обычного. И только потом начинает выполнять следующие какие-то функции, которые могут быть вообще не связаны вот с этим вот кодом, с этим запросом. Если бы наши вот эти вот функции были зависимы от получения данных, тогда да, тут другой разговор. Но если, допустим, они никак не связаны, это получить пользователей, а это отрисовать какие-нибудь там кнопки, допустим. То есть и пользователи кнопки, допустим, никак не связаны. Какой смысл ждать там непонятно сколько, пока выполнится наш запрос, пока вернется ответ. То есть нет смысла, и пусть оно дальше выполняется, как ему надо. То же самое касается наших обработчиков событий. Смотрите, то есть, если мы вспомним, допустим, мы получаем div. Далее по клику, допустим, мы хотим, чтобы что-то у нас выполнилось. Так вот, как раз-таки наш вот этот вот обработчик событий, это тоже асинхронное действие. Почему? Потому что, первое, мы не знаем, когда человек кликнет на этот div, ну там, либо кнопка. Может быть, он вообще никогда не кликнет, тогда события не произойдет. Может быть, он кликнет там через 5 минут, через 10. Мы этого не знаем. А теперь давайте поговорим еще про джак запроса. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!